В полицию за помощью стали обращаться пенсионеры, к которым звонили их якобы родственники, ставшие участниками ДТП и нуждающиеся в финансовой помощи. Далее к разговору подключались так называемые сотрудники правоохранительных органов, которые убеждали передать все имеющиеся сбережения курьерам для урегулирования вопросов. Четверо пенсионеров отдали злоумышленникам в общей сложности более полутора миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МД России по Приморскому краю установили личности и местонахождение граждан, забиравших деньги у обманутых мошенниками пожилых людей. Двое 17-летних жителей Владивостока задержаны по подозрению в совершении серии имущественных преступлений. Криминальный заработок они нашли в одном из мессенджеров. Курьеры приезжали по указанным мошенниками адресам в Арсеньеве и в Трудовом, забирали у пенсионеров сбережения и переводили деньги на указанный кураторами счет, оставляя себе вознаграждение. Следственным подразделением Межмуниципального отдела МВД России Арсеньевский возбуждены 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы по подследственности в Следственный комитет. Полицейские просят граждан быть бдительными и напоминают, что мошенничество, совершаемое по схеме «родственник в беде» – это стандартная уловка аферистов. С начала года в Приморском крае в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены личности, местонахождение и задержаны 34 гражданина, причастных к совершению 66 мошенничеств по схеме «родственник попал в беду». Действия курьера в данном случае расцениваются как соисполнительство в совершении преступления. Ответственность за совершение мошенничества предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и может достигать 10 лет лишения свободы. Конкретная часть статьи, а в последующем и размер наказания, зависят от суммы причиненного потерпевшим ущерба.